Всем привет! Меня зовут Мила. Добро пожаловать ко мне на кухню. Сегодня я покажу вам, как приготовить очень изящную, легкую, летнюю закуску. В главной роли арбуз. Начинаем готовить нашу обалденно вкусную закуску. Берем арбуз. Кстати, я уверена, что наверняка все знают, что родина арбуза это юар. Это небольшой ликбез. Теперь приступаем к его нарезке. Нужно порезать поперек. И нам нужен диск сантиметра три высотой. Начинаем резать. Это самое сложное в приготовлении этого блюда. Шикарно. Распилили. Естественно, желательно взять арбуз, который или совсем без косточек, или самым минимальным количеством косточек. Это в сторону. Теперь будем пилить диск. Готово. Вот какой диск у нас получился. И теперь мы его разрезаем на 8 частей. Прекрасно. Получаются вот такие кусочки. А по внешнему виду у нас почти не арбуз, а-ля пицца. Что теперь необходимо? Берем какую-нибудь красивую доску для сервировки или тарелку, блюдо. Что у вас есть? У меня есть вот такая досочка из камня. И мы перекладываем досочку. Теперь приступаем к художественной части. Это такие порционные кусочки. Такая арбузная пицца. Прекрасное дополнение к охлажденному шардоне. Немного рассоединили кусочки. Вот как-то так. Переходим к художественной части. Начинаем украшать нашу арбузную пиццу. Для этого у нас есть моцарелла, черешня, пармская ветчина и базилик. Еще нам необходим бальзамический уксус. У меня бальзамический крем. Скорее, это лучше, потому что крем более густой. Мне больше нравится. Черный перец. Казалось бы, очень странный набор ингредиентов. Но поверьте мне, вот это сочетание сладковатого арбуза, моцареллы, черешни, солененькой пармской ветчины, очень пикантного базилика и бальзамического уксуса – это просто взрыв вкуса. Это настолько вкусно. Попробуйте это приготовить. 100% вы не пожалеете. Все. Приступаем к художеству. Вишенки, черешни. Херотично разложили черешню. Так, теперь берем моцареллу. Все очень просто. Не надо резать. Нужно отщипывать вот такие вот кусочки. И укладываем на кусочек арбуза. Какая красота получается. Буйство цвета, буйство вкуса. Разложили моцареллу. Теперь очередь за пармской ветчиной. Пармскую ветчину нарезаем тоненькими ленточками приблизительно вот такой длины и сворачиваем в розочки. Все очень просто. И вот это сочетание, казалось бы, несочетаемых продуктов вызовет у вас полный восторг. Шикарно получается. Просто восторг. Украшаем листиками базилика. Очень освежающий, благородный аромат. Посыпаем черным перцем. Солить не надо, пармская ветчина придаст соленоватый вкус. И самый последний аккорд это несколько капелек бальзамического уксуса или крема. Вуаля, это все. Только посмотрите на эту красоту, которая у нас получилась. Это занимает несколько минут, а в результате у нас вот такое шикарное блюдо. И только представьте, как это замечательно. Летом на патио, на даче вы сидите, отдыхаете, пьете охлажденное шардоне и закусываете вот такой замечательной арбузной пиццей с моцареллой. Сладкий арбуз, соленая пармская ветчина, пикантная моцарелла с базиликом и черешня. Представили? То-то и оно. Попробуйте это приготовить, у вас обязательно получится. И не забудьте подписаться на мой канал и поставить лайк. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok